Агрономы, врачи, филологи, юристы и выпускники других направлений подготовки Крымского Федерального Университета получили долгожданные дипломы о высшем образовании. В этом году Крымская Альмаматор выпустила порядка 6 тысяч студентов, теперь уже дипломированных специалистов. Череду выпускных открыла Академия строительства и архитектуры. Из ее стен выпустилось 264 бакалавра и 132 магистра. Главное, чтобы они не растеряли свои знания, чтобы они плюсом к знаниям получили опыт, определились с местом трудоустройства, чтобы они беззаветно были верны своему делу, чтобы стали лучшими в своей сфере, чтобы Великая Россия ими гордилась. Ряды переводчиков, писателей и редакторов пополнят молодые любители слова, выпускники Института филологии. Структурное подразделение КФУ выпустило 276 специалистов. Агротехнологическая академия, в свою очередь, подарила миру 528 молодых профессионалов в сфере агрономии и землеустройства. Сегодня постоянно обращаются к нам различные сельхозтоваропроизводители с вакансиями на ту или иную специальность, именно аграрную. Поэтому сегодня аграрные выпускники востребованы в Крыму, в частности, и в южных регионах Российской Федерации. 178 журналистов, рекламистов, издателей, графиков и культурологов выпустил Институт медиакоммуникации, медиатехнологии и дизайна. Среди них выпускница кафедры журналистики и медиакоммуникации Яна Дученко. Девушка всегда хотела писать тексты и влиять на мир словом и смыслами. Поэтому выбор будущей профессии пал на журналистику, а выбор вуза, где можно реализовать себя на Крымский Федеральный. Университетская студенческая жизнь – это настоящее приключение, которое просто стоит действительно прожить. Это и учеба, и карьерный рост, это и друзья, и впечатления, и раскрытие себя, своего потенциала, и профессионального, и творческого. Я думаю, это и есть самое главное, что дал мне университет – это возможность раскрыть себя и достичь таких вершин, на которых я даже не могла мечтать. Не мечтала девушка и о новостной журналистике. Это казалось ей скучным. Но попробовав себя в деле, поняла, что это не так. Уже два года Яна работает в пресс-службе Крымского Федерального Университета и освещает главные события вуза. Потому продолжит наш спецрепортаж. Выпускники КФУ востребованы во всех отраслях, особенно в Крыму. Ведь ключевая задача вуза – развивать регион и укреплять его экономический, медицинский и производственный потенциал. На благо Республики и страны Крымский медицинский институт КФУ выпустил свыше 800 квалифицированных врачей. Практически каждого выпускника мы готовы принять в практическое здравоохранение Республики. Трудоустроить, в первую очередь, по специальностям первичного звена, потому что здесь именно это направление у нас на сегодня испытывает такой острый дефицит кадров. Поэтому всех выпускников, которые на сегодня, в этот праздничный день выпускаются из нашего Крымского вуза, мы готовы принять в стены Крымского здравоохранения. Знания, приобретенные здесь, принесут пользу не только Крыму и России, но и всему миру. Мединститут выпустил 207 иностранных студентов, преимущественно из Индии и государств Африки. В медицинской академии имени Сергея Ивановича Георгиевского Крымского федерального университета происходит вручение дипломов нашим студентам международного факультета, которые обучались в течение шести лет в нашем университете, изучая лечебное дело и другие специальности медицинского направления. Эти специальности исключительно востребованы в мире, в Индии, где представлены большинство наших международных студентов. Институт экономики и управления также выпустил более 500 дипломированных специалистов. Обучение завершили 346 бакалавров, 222 магистра и 3 аспиранта. Они пополнят рынок труда в сфере менеджмента, государственного управления и торговых отношений. 185 студентов выпустил самый молодой институт КФУ – Институт биохимических технологий, экологии и фармации. Университет мне дал отличное образование, которое я смогу применить в дальнейшем, в будущей своей работе и на высшем уровне. Биология в наши дни сейчас очень актуальна и интересна, поэтому науку надо развивать и что будет дальше смотреть и изучать. На выпускных церемониях не просто вручали дипломы. Студенты и преподаватели выражали друг другу признание и благодарность за совместный труд, за обмен опытом и рост. А еще вспоминали студенческие годы, которые теперь навсегда останутся в памяти. Дорогих выпускников, поздравляю с окончанием определенного этапа жизни. С началом нового этапа с кем-то мы провели два года вместе, с кем-то четыре, с кем-то шесть. Всем удачи, всем успехов найти себя в жизни, занять достойное место в республике Крым и развивать республику. 352 специалиста по физическим, математическим, инженерным и IT-специальностям выписал физико-технический институт. А Таврическая академия – 780 профессионалов в области истории, юриспруденции, географии, ландшафтной архитектуры, психологии, политологии, религиоведения, философии и туризма. Так, еще в детстве Владислав Собчук твердо решил, что свяжет свою жизнь с юриспруденцией. Трудолюбие и упорство привело его детскую мечту ко взрослому диплому магистра. Это были прекрасные годы и, как по мне, университет – это лучшая школа жизни для любого человека, который обязан в нее пройти. И я очень рад, что я прошел именно эту школу обучения конкретно в этих стенах. И поздравляю всех выпускников с праздником и надеюсь, что у вас все будет хорошо в жизни. Сессии, пары, практики и яркое студенчество остались позади. Кто-то вновь вступит на эту тропу, продолжив обучение, а кто-то уже начнет строить карьеру. Но всех этих молодых специалистов навсегда объединяет история одного вуза и одной Альма-Матер, откуда начался их путь в счастливую взрослую жизнь. Яна Дученко, Каролина Лазарева, Сергей Мельник, Никита Шосток, Пресс-служба Крымского Федерального Университета.